Ну, начинаем с главной новости последних часов. В Донецкой области участники транспортной блокады заявили о начале силового сценария разрешения конфликта. По их информации, силами СБУ в Кривом Торце был взят один из редутов. Проверить информацию мы попросили моего коллегу Руслана Смещука. Он работает на Востоке и сейчас на связи с нами. Руслан, что тебе известно? Мы тебя слушаем. Продолжение следует... При этом категорически отказывались давать какие-либо комментарии на камеру о происходящем. И вообще требовали их не снимать. Не, давайте вообще никого не будем святыть. Не можем, но вот мы находимся на этом. Я разумею, просто как бы у нас есть задача и команда, что нас запрещено снимать. И нас, и технику, и местонахождение, и местонахождение. Мы как бы... Мы ничем не можем помочь. Также мы попытались проехать наряду по двум другим дорогам. Они также были перекрыты. После чего мы переместились на соседние позиции участников торговой блокады в Бахмуте. И там нам рассказали, что да, действительно, под Торецком был достаточно жесткий и неожиданный штурм. Хлопцы пропустили спецподраздел полиции, который проверял у них документы, запустили в свой табор, и те начали их убить и арештовывать. На данный момент есть информация про то, что больше половины табора находится в Торце, в каком-то местном райотделе. Неспокойно на редуте и в Бахмуте нам рассказали, что сегодня туда прибыло несколько нарядов полиции, искали взрывчатку, а позже появилась информация о подготовке полицейского спецназа к штурму и этих позиций. Вчера появилась информация, что они в полном экипировании. Вчера появилась информация о том, что полицейский спецназ, разведники сказали, что они готовы к выездке, они там в полном экипировании, и у них какая-то тревога черговая. То есть мы ожидаем, что сейчас будет прямой штурм нашего редута. Подъехали работники полиции, которые сообщили о том, что надешел анонимный звонок, и сами рейсы, они заминованы, переезд заминованный. Провели обшук с собаками, проверили переезд, и так и ничего не нашли. На данный момент ситуация очень напружена. Ну а позже новая информация поступила из СБУ. В силовом ведомстве заявили, что в зоне АТО в рамках проведения контрдиверсионной операции были задержаны 43 человека с оружием. Причиной к задержанию поступило нежелание этих людей сдать оружие, и как раз вот задержали их под Торецком. На данный момент это самая свежая информация, а мы продолжаем следить за развитием ситуации вокруг торговой блокады. Катя? Руслан, продолжая следить за событиями, тема очень громкая и непредсказуемая в своих последствиях, поэтому мы будем наблюдать за ее развитием очень внимательно. Ждем от тебя свежей информации ближе к концу выпуска. Это был Руслан Смещук с востока Украины, и возможно там в эти минуты заканчивается транспортная блокада. Мы еще вернемся к этой теме.